Это программа дежурная часть на ЛРТ аварии, пожары, преступления, все чрезвычайные происшествия и события уходящей недели. В студии Алексей Репсон. Здравствуйте. Коротко об основных темах выпуска. Опасная находка. В городе Дзержинский обезвредили несколько авиационных бомб. Огнеборцы на страже. Как тушили пожар в поселке Малаховка. Вооружают знаниями. В девятой городской школе полицейские рассказали родителям школьников, чем опасен экстремизм. Сошлись на футбольном поле. Турнир между командами пожарных частей Люберецкого района. Опасная находка. Ежегодно спасатели уничтожают сотни боевых снарядов, бомб и мин, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Старые боеприпасы находят и на территории Люберецкого района. 11 сентября помощь спецслужб понадобилась городу Дзержинский. Обо всех подробностях чрезвычайного происшествия в нашем следующем сюжете. В воскресенье вечером на территории предприятия Ориспром у пункта приема вторичного черного металла рабочими были обнаружены три авиационные бомбы. Они лежали на земле около одной из построек предприятия. К месту происшествия прибыли представители спецслужб района. При первом же визуальном осмотре выяснилось, что эти боеприпасы были изготовлены уже после окончания Великой Отечественной войны. В результате было подтверждено, что это действительно фугасные авиационные бомбы. Значит, ФАП-250 и ФАП-100. Фугасные авиационные бомбы обладают универсальным поражающим действием. Масса взрывчатого вещества в них составляет примерно 50% от общего веса. Они предназначены для поражения объектов тыла и коммуникаций, военно-промышленных и энергетических объектов, боевой техники и живой силы противника. На найденных экземплярах не было взрывателей, тем не менее, они представляли собой большую опасность. Очевидно, что они хранились где-то на складах. И, видимо, не были, скажем так, подорваны или ликвидированы. А были просто, видимо, растащены или разворованы. Но этим сейчас займутся соответствующие органы. По словам представителей спецслужб, скорее всего, кто-то решил избавиться от опасного груза, подбросив бомбы к пункту приема черного металла. Маркировка, которая хорошо сохранилась на корпусе каждой из них, поможет следствию выяснить, где они должны были находиться и кто причастен к их неожиданному появлению в городе Дзержинский. Уже к утру опасность миновала. Взрывотехники сделали свою работу на отлично. Эти бомбы были вывезены в сопровождении нашего ГИБДД, вывезены в город Ногинск, в специальный учебный центр МЧС Российской Федерации, 179-й центр, где находится полигон, где они будут обезврежены, уничтожены. Алексей Репсон, Александр Михайлов, Люберецкое районное телевидение. Жители поселка Малаховка направили письмо на имя руководства администрации Люберецкого района и территориального управления Мособлпошспас. С просьбой поблагодарить сотрудников пожарных частей 231, 232 и 90, соответственно, базирующихся на территории поселков Малаховка, Октябрьский и Тураева. За мужество и профессионализм проявлены во время исполнения служебного долга. 21 июля в поселке Малаховка произошел крупный пожар. Дотла сгорело заброшенное здание, в котором раньше отдыхали дети с ограниченными возможностями из Москвы. По тревожному сигналу на место приехали спасатели местной 231-й пожарной части. Сгорело нежилое здание по всей площади, открытым огнем. Была угроза распространения огня, так как там находились рядом жилые помещения, то есть здание находилось в жилой зоне. Ну, соответственно, мы сразу развернулись, произвели боевое развертывание, вызвал я помощь. Она была создана в середине прошлого века для обслуживания Малаховского экспериментального завода. Три года назад ее включили в состав структурных подразделений Мособлпорспаса. Сейчас здесь трудится 27 человек личного состава. В течение дежурных суток подразделения выезжают в среднем 2-3 раза за сутки. В боевом расчете у нас стоит одна автоцитерна, другая находится в резерве. Старое здание деревянной постройки спасти уже было нельзя. Главной задачей стала локализация и недопущение огня на соседние дома. Если бы не пожарные с их мощными водяными этими шлангами, ну, просто мы бы загорелись. Еще все говорили, что буквально еще 5 минут, и уже начали бы гореть вот эти деревья, а вверх по соснам этот верховой пожар пошел. Деревья, которые росли вокруг детского дома, уже частично были охвачены пламенем. От высокой температуры начали плавиться даже электрические провода. Только профессиональная выучка и четкие действия пожарных не позволили огню перекинуться на соседние жилые дома. Сами огнеборцы считают это своей обычной работой. Здание само находилось, так скажем, в лесном массиве. Угроза распространения на деревья была. Ну, все. То есть героически мы ничего не совершили, то есть выполнили свою работу, так скажем. Владельцы спасенных домов такую самоотверженную работу считают подвигом. Они уже направили письма на имя главы Либерецкого района и города Люберцы Владимира Ружицкого и начальника территориального государственного управления МОСОБЛПОШСПАС Олега Хатина с просьбой поблагодарить спасателей за их труд и отметить наградами всех бойцов, принимавших участие в тушении этого сложного пожара. Работа, конечно, их неоценима для нас. Если бы не они, мы бы сгорели. Просто страшные высоты пожара. Вы посмотрите, строение было, все окружено деревьями. Они просто как русские богатыри стояли. Алексей Репсон, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. Несоблюдение правил дорожного движения порой приводит к печальным последствиям. Особенно опасно нарушение скоростного режима в час пик. Показательное в этом плане дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую среду на Октябрьском проспекте. Эта трасса, ведущая в Москву, всегда сильно загружена в утренние часы. Около 9 утра грузовая «Газель», двигающаяся в сторону столицы, стала перестраиваться в левый ряд, когда на большой скорости ее задел Опель. Несмотря на то, что удар прошел вскользь, иномарку закрутила, и она продолжила движение. В итоге она выскочила на газон и ударилась о мачту городского освещения. Опель получил серьезные повреждения. По счастливой случайности никто не пострадал. Виновного в этом ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД. И в продолжении темы. Еще одно серьезно дорожное транспортное происшествие произошло в тот день на пересечении улиц Кирова и Власова. Этот перекресток всегда считался аварийно опасным. На этот раз, несмотря на установленный светофор, выяснить приоритет движения не смогли два автомобиля. «Жигули 9-й модели» и «Мерседес». В результате столкновения пострадало два человека. Один из них был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Другой обратился за помощью к врачам с подозрением на перелом. Виновника в этом ДТП выясняют правоохранительные органы. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Уважаемые телезрители, если вы и ваши близкие стали героями сюжета или программы, приобрести диск с видеоматериалом вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефону 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. С начала 2011 года на территории Люберецкого района было похищено более 300 автомобилей. 98% автомобилей были похищены с мест временно неохраняемой парковки. Мнение «если захотят, угонят» – самое распространенное заблуждение среди автовладельцев. Основная ошибка фаталиста – не защищать машину от угона. Не будьте беспечны. Не оставляйте открытыми двери, окна, багажник, капот автомобиля. Даже если вы уходите совсем ненадолго. Покидая свой автомобиль, не оставляйте в салоне ключи, документы, вещи и сумки. Используйте комплексные противоугонные меры. Приезжая домой или в гости, воспользуйтесь услугами ближайшей парковки. А если таковой нет, паркуйте свой автомобиль таким образом, чтобы он постоянно был у вас на виду. Если у вас угнали автомобиль, осмотрите место угона. Примите меры к сохранению возможных следов преступления. Спросите работников ближайших заведений, есть ли у них камеры наружного видеонаблюдения. Приехавшим на место происшествия полицейским, вы сможете подсказать, где могут быть улики по данному преступлению. Сообщите об угоне. Помните, что 70% автомобилей были найдены и возвращены владельцам по горящим следам. Если у вас угнали автомобиль, звоните по телефону 554-93-94 или 112 с мобильного. Если у вас появилась информация об угнанном, брошенном или бесхозном автомобиле, сообщите об этом в отдел ГИБДД по телефону 8-495-501-25-83 или 501-13-49. Драматические события в России, страшные испытания в эпоху самодержавия, трагические годы советской власти. Как творили историю и превращали ее в мифы. Как обманывали и истязали русский народ. Каждый день с понедельника по пятницу в 21.00 на Люберецком районном телевидении смотрите документальный сериал «История России. 20-й век». Субтитры создавал DimaTorzok В островецком стану за Дьяком Иваном Кирилловым, сыном Грязева, полдеревни Назаровы, Либерец и Тош, на речке, на Либерке. Это первое упоминание о Люберцах в официальных документах относится к 1623 году. Эту дату принято считать датой основания села. Но на самом деле все началось гораздо раньше. Дьяк Грязев Братья Милославские Князь Прозоровский Александр Меньшиков Петр Третий Знаменитые имена, исторические фигуры в разные времена хозяева земли Люберецкой. Люберцы Тайна названия Исчезновение реки Люберки Уничтожение церкви, преображение Господня и находки с церковного кладбища. Тайны и белые пятна истории Люберецкого края раскрывает Юлия Шпиль. Смотрите на Люберецком районном телевидении новый исторический цикл передач «Неизвестные люберцы». А теперь коротко о статистике происшествий за прошедшую неделю. Отдел Государственного пожарного надзора по Люберецкому муниципальному району сообщает «В период с 11 по 16 сентября на территории Люберецкого района произошло 6 пожаров и 12 загораний. Один человек пострадал, 19 раз спасатели выезжали по ложным вызовам». По данным пресс-службы УВД по Люберецкому району, с 8 по 14 сентября было совершено 112 уголовно наказуемых преступлений. В том числе одно причинение тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 63 кражи, 8 наркопреступлений. Экстремизму нет. В четверг в 9-й школе города Люберцы состоялась открытая лекция, посвященная проблемам терроризма. Сотрудники 1-го городского отдела полиции рассказали родителям, как уберечь своих детей от беды. О главных правилах личной безопасности наш следующий сюжет. «Угроза терроризма и экстремизма остро стоит сейчас в современном обществе. Не избежала этих проблем и Россия. Предупрежден, значит вооружен, считают сотрудники полиции. Они рассказали родителям ряд простых правил, которые обязан знать каждый взрослый и ребенок, для того, чтобы правильно вести себя в экстремальной ситуации». «Пресечь террористический акт можно только на стадии его подготовки, к сожалению. Запрофилактировать террористический акт нельзя никаким способом». В ходе беседы родителям были показаны два тематических фильма. Первый – о трагических событиях в Беслане. Второй – о том, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях. Эти тематические материалы рассчитаны для взрослых, чтобы они в свою очередь объяснили своим детям простейшие правила поведения. На встрече речь шла и об экстремизме. «События на Манежной площади показали, как буквально силами так называемых футбольных болельщиков Манежка была заполнена полностью. Так, для информации по неофициальным данным из нашего города, несколько сотен людей также приехало на поддержание». По словам сотрудников полиции, именно родители могут повлиять на своих детей и оградить их от организации сомнительного толка. Подростки наиболее часто попадают в подобные группировки и объединения, становятся так называемыми скинхедами и антифашистами. В таких организациях несовершеннолетние используются как силовой аргумент для решения личных интересов различных лиц. «Наша молодежь должна знать о тех действиях, которые необходимо выполнять в случае возникшей угрозы террористических актов, о той степени ответственности в случае участия в противоправных экстремистских проявлениях. Подобные уроки с родителями будут проводиться и в дальнейшем. И главная цель таких занятий – безопасность детей». Алексей Репсон, Люберецкое районное телевидение. Сошлись в поединке. В четверг на стадионе «Звезда» состоялся футбольный турнир за звание лучшего спортивного коллектива среди пожарных частей Люберецкого района. За перипетиями соревнований наблюдала наша съемочная группа. Эти соревнования стали уже традиционными. За несколько лет истории проведения игр уже успели сложиться свои традиции и определиться главные соперники. В каждом матче присутствует интрига. И победитель порой определяется на последних минутах. «Участвуют у нас все части Люберецкого гарнизона. Выявляем лучших. Это у нас как футбол-народная игра. Один из самых любимых видов пожарной охраны». Команда 27-й пожарной части считается в этих соревнованиях одним из главных фаворитов. Но и ее соперники не сдаются без боя. «У нас цели одни. Мы всегда стремимся к победе. Хотим, конечно, в данном турнире тоже завевать первое место. Конкуренция на таких чемпионатах у нас всегда сильная. Вот первый матч с командой 25-й пожарной части. Ну, скажем так, это наш давний соперник. Мы с ними постоянно... Одна из сильнейших команд, мы постоянно с ними конкурируем. И в том году они заняли первое место. Но в этом году у нас чемпионат только начался. Посмотрим, как будет дальше». По регламенту турнира все участники должны были сыграть по одному матчу с каждой из команд соперниц. Победитель определялся по наибольшему количеству набранных очков. Также были выбраны лучший вратарь, защитник и нападающий. Команда 27-й пожарной части и на этот раз оказалась на высоте, не потерпев ни одного поражения и заслуженно заняв первое место. Ровно через год спортсменам предстоит вновь защищать свой титул. Алексей Репсон, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. А теперь, внимание, розыск. «Разыскивается Ярошевич Виктор Рафалович, 1964 года рождения, уроженец Московской области города Люберца, который совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство двух или более лиц, и скрылся от органов следствия». «Разыскивается Ботнер Иван Михайлович, 1966 года рождения, уроженец Республики Молдова, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение смерти, и скрылся от органов следствия». «Разыскивается Дюков Денис Юрьевич, 1973 года рождения, уроженец Московской области города Воскресенска, который совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище или в крупном размере, и скрылся от органов следствия». «Если вы располагаете какой-либо информацией о месте нахождения данного лица, просим сообщить по телефону УВД по Люберецкому муниципальному району. Телефон дежурной части 554-93-94 и 554-63-05». На этом у меня все. Далее смотрите программу «Открытый диалог». Гость студии, заместитель главы администрации города Люберцы Игорь Каханый. С вами была программа «Дежурная часть» на ЛРТ и я ее ведущий Алексей Репсон. Будьте бдительны. Удачи!